Так началось сегодняшнее утро для десятков семей в селе Каипы. Сильный порывистый ветер ночью сносил крыши домов и обрывал электропровода, а гроза освещала улицы словно днем. Такого разгулу стихии Татьяна Косарева не припомнит. Страх божий был страх. Все трясло. Дочка между дверями встала с дочкой, с детьми. Еще ребенок. И стояли. Вот так вот трясло всех нас. Сейчас местные жители вместе с электриками устраняют последствия. Стихия не пожалела. 10 домов в этой деревне и еще 6 в соседней. Ветер разбирал их как игрушечные. И пока сельчане подсчитывают ущерб, местные власти готовятся им помочь. По 30 тысяч, наверное, материальную помощь пока. И все материалы, наверное. Вот так выглядело небо, минувшее ночью в Нижнекамске. Многие местные не спали. На телефоны снимали световое шоу в исполнении грозы. Сдержать эмоции непросто. Ого! Жесть! Стихия заставила понервничать и тех, кто в небе. Экипаж самолета, выполняющий рейс Москва-Нижнекамск из-за погодных условий садиться в Бегишево, не рискнул. Приняли решение лететь на посадку в Уфу. Непростой эта ночь стала и для электриков. В 22.00 отключились три воздушные линии, питающие 15 населенных пунктов. В связи с тем, что мы были готовы к ухудшению погодных явлений, аварии были устранены в кратчайший срок. Как выяснилось, местные жители тоже не дремали. Я сама пошла и вырубила все с центрального щитка. И потом включала. Я включила уже сколько-то часа в два ночи, наверное. Работала у нас здесь. К счастью, пострадавших после таких капризов погоды в Нижнекамском районе нет. А делались легким испугом. Я испугалась. Первый раз в жизни. А у нас же давно не было этой грозы. Ну, все окна закрыли, коридоры закрыли. Ну, было очень страшно. Я снимала, страшно было. Ой, как сверкало. Хорошо. Ну, маленькая боялась. А сейчас очень боюсь. Только, Господи, спаси, храни помилуй. А эти ночные кадры нам прислали из Алексеевского района. Здесь видно, как ветер легко валил заборы и сносил крыши. В Алексеевском районе с 20 до 22 часов 3 июля из-за порывистого ветра произошло повреждение кровель четырех жилых домов и надворных построек. Ведутся восстановительные работы. Также по причине попадания грозового разряда 3 июля произошли четыре пожара. Пострадавших нет. Прогнозы метеорологов не утешают. МЧС Татарстана предупреждает жителей республики о том, что завтра в некоторых районах ожидается сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду. А в некоторых местах даже ждут град. Спасатели настоятельно рекомендуют оставаться дома и по возможности не покидать пределы города. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, Салават Мухамадуллин, Рамзиль Гарипов, Наталья Лушникова, Марсель Джураев, ТНВ, Татарстан. Субтитры создавал DimaTorzok